Хип-хоп, ла-ла-лей. С вами Олег Гудвин. Мы сейчас проходим специальный мануальный массаж. Делаем шейно-воротниковую зону. То есть вот до этого был сет номер два. Мы сделали вот отсюда, да, получается лопаточная крестцовая зона. Теперь вот воротниковая зона. Значит, встали в исходную позу. Ременные мышцы начинаем массировать вот отсюда, растиряя их достаточно глубоко. И можно ближе к оси позвоночника. Доходим до черепа. Проходим по трапеции. Вот такими массивными движениями поднимаем, как вы видите, трапецию вверх. Подкидываем ее. Это мы запускаем ракеты С-500 по вероятному противнику. То есть вот тут шахты находятся, да, и из них улетает ракета. Первая пошла, вторая пошла, третья пошла. Так, переводим теперь вес тела на одну ногу и вот эту мышцу массируем, может, даже до плеча. От центра к периферии большими энергичными движениями, перепонками ладони. Ну, два-три прохода сделали. Защипили вот эту мышцу в трех местах. Раз, два. То есть поперечно растянули, продольно растянули и перевели вес тела на другую, на другую сторону. Все то же самое. Теперь вместе всю трапецию растянули. И наши пальчики как раз попали на акупунктурную точку, там, где крепится мышца между ключицей и акромиальным отростком. А рука превратилась в куриную лапку. Если помните, вот лапа леопарда, куриная лапка, отличается тем, что у нее все косточки расходятся в разные стороны. Вот так вот. То есть этот стоит на месте, палец. А остальные, начиная от переднего пучка дельты, да, мы разводим в стороны, выдвигая мясо от костей. Таким образом прием называется эпулеты. Видите, эпулеты нарисовали. Вот. У нас принцип такой. Где закончилось движение, там следующее продолжается. Чтобы лично раз не отрывать руки и не бегать вокруг клиента. Вот мы натягиваем терапезу опять на себя. И рука превратилась в кулак. Уперлись прямо сюда, в мышцы. И промассировались достаточно жестко. Обычно я сразу предупреждаю людей, что тут будет жестко, потерпите немножко. Потому что люди прямо кричат, бывает. Ну, данный пациент, видите, все легко выносит. Следующий прием не просто покрутили, а теперь от начала до конца вот сжимаем прям по бокам до черепа и обратно несколько раз. Дошли до черепа и вот этими костяшками распиливаем череп как бы на колбаски такие, как бы отделяя все позвонки друг от друга. Вот. Рука превращается в лапу леопарда и делаем шестеренки. Раз, два, три, четыре. Чтобы они так вот подкидывали ткань. Раз, два, три, четыре. И после того жесткого приема, когда мы так шею проработали, да, я рекомендую все-таки вот тут как бы сделать выдох, чтобы человек остыл немножко, да, и вот эти мышцы так расслабить, протясти, провибрировать. Мелкая такая вибрация, крупная вибрация, как он расслабился. Прием лапы леопарда, значит, делаем только вверх, вниз, вот туда. В принципе, можно сделать, но на трапеции приятнее, когда назад идет руки. Теперь берем всю трапецию и захватываем вот этот череп и оттягиваем назад. Обратите внимание на мою позу, я прям тяну назад, вот прям с силой, компрессирую шею. Здесь вот аккуратнее, тут бывают болезненные места, вместо крепления мышц, если вы кастрочками вот этими заденете, да, будет болезненно. Поэтому старайтесь вот такую вот чашечку делать, да, она как раз мягко облегает череп, вот, как насадка такая специальная, и тянет, череп вытягивает. Нужно с вибрацией такой. Собираться и говорить некоторые даже приятнее. Да? Вот, на сим закончился сет номер три, и дальше перейдем к сету номер четыре, это уже будут волшина через голову и уши. Но об этом в следующий раз, если вы с нами, если вы подписаны, если вы поставили на колокольчик, то вы получите все бонусы, все сюрпризы от Олега Аллафа Гудвина. До новых встреч, друзья!